Что у нас там попрямилось? Еще 15 минут. Нормально? Ну вот, это Каленькин спел длинную песню, и я спою длинную песню. Так он серьезный, а я шуточный. Она называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана». Она была написана в два приема. Первый прием при жизни Леонида Ильича Брежнева, который в этой песне упоминается. А второй я уже дописал после смерти, дорогого Леонида Ильича. Безусловно, дали маху мы десяток лет назад, называя Захершаха и высочество, и брат. Мы ему зовут плотину, мы даем ему угля. Да, любили мы скотину Захершаха короля. Да зубов вооружили, утопи его хорон, А вообще неплохо жили с этим самым Захером. И целуясь, господа, не тот, кто нынче выше всех, Заложил кирпич-фундамент под капульский политех. Но история, как средство, по весоме кирпича. Где Захер, где королевство, только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом, Как с товарищем зажили с этим самым Даудом. Только снова дали маху, сей революционер Оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же, как на грех, Целовал утраболично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, они здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя мы рановато взяли принца на штыки, Но целуем, словно брата Нура-мура дороги. Правда, дружит с Пакистаном, книги пишет громадей. Из казны, как из кармана, много хапнул на детей. Непартийные разлады непутево примерял, Расстрелял, кого не надо, кого надо, не стрелял. Мы идейно с ним дружили, но готовили полки, А вообще неплохо жили с Нура-мура дороги. Дали орден, дали займы, и командовал сквозь смех. Вера, Нур, мол, или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССРа, был у Нура друг один. Мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушкой слово лучшего дружка И зарыл тарачью тушку средь афганского песка. Мы, конечно, телеграмм, мол, Амин Хафизула. Мы не знаем вашей драмы, и у вас свои дела. Но согласно узам дружбы, можем денег предложить И военного оружия, чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо, и с Амином до конца. Расстреляв его со вздохом, посереть его дворца, Сразу радио врубили, мол, афганская земля, Про тебя мы не забыли, нам о браках арбаля. Правда, он буржуй прожженный, подчинист и пустобрех, Но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех. Под надежной охраной посадили во дворце, Где сидел он вечно пьяный, с важной думой на лице. А крестили его Колей по фамилии Бобров, Поиск прислали, чтобы в волю наломал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше в нашей, в собственной стране, Весь, как говорится, вышел и в Кремлевской лег к стене. Мы порадовались виду, но задумались слегка, Может быть, без Леонида здесь не нужно бобрака. Долго думали однако, во все стороны поля За Боброва, за Бобрака, за Колюху Кармаля. Да к тому же пересменка началась в родной земле, То Андропов, то Черненко, то Пятно сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы здесь сломали кучи дров, Дожидаясь и приказа, он пришел, прощай, Боброва, Без подушки и без пули, тихо сделали дела. Глядь, уже сидит в Кабуле особист на джибулла. Правда, в университете он учился на врача, И людей на белом свете часто резал в горяча. Возглавляю орган хата, это их не комитет, Кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В остальном нормальной малой мы с ним многое смогли бы, Да в Кремле пятно восстало, до свидания на джибу. От аватрили чекушки и афгашки кто имел, В Харатоне или в Кушке, оказавшись не у дел. В общем, вышли из Афгана, коль приказ дурацкий дан, Мол, зачем другие страны, дома будет вам Афгана. И живем отлично, что ты, мы опять в родной стране, И строчим из пулеметов на гражданской, на войне, Веселятся демократы, президент кричит «Ура!», А по-моему, ребята, шахануть их всех пора.